Санкт-Петербург, фестиваль детских и семейных фотографов. Привет! Здравствуйте! Вот сейчас мы, кстати, снимаем американскую историю, они так очень любят вот этот момент. То есть в Америке часто снимают именно на фоне какого-то озера вот в таком платье. Я, кстати, даже в Америке они, по-моему, по 200 долларов такие. Да, вот видите, дроба, как-то режет кадр, вот ее, видишь, она без него уже лучше, да. Как раз, в принципе, ты кадрируешь, чуть выше поднимется. Ну, красиво. Вот так, очень красиво, чуть-чуть, вот так вообще супер. То есть сорт вообще нереально красиво падает. Единственное, рука, попробуй вот держать просто вот эти штуки, вот так вот, держи просто. Двумя руками, да, вот так. И смотри сейчас вниз, вот так. Все, иди в Питер, ой, мы в школу. Прости, тебя не пугает 50 людей? А, нет. Кто здесь? Не юборнов фотографа напугая на часы, по-моему. Да, не знаю. Как у них будет проходить воркшоп? Гера, у тебя что-нибудь получилось? Ну, что-то да. Ну, людей много. Да, все хорошо, Оля? А, все хорошо, вообще, мошки в глазах у меня вообще, поэтому периодически. Да, да, да. Фотографии на айфон, ого! Еще раз! Подожди, давай еще вошел. Давайте новое! Сейчас, сейчас еще раз! Сейчас, сейчас еще раз! Сейчас, сейчас еще раз! Сейчас, сейчас еще раз! Автофокус, Олимпус и Кэнон. Вот это все Кэнон, а вот это вот Минольта А. Это Ашный объектив, можно поставить сюда. А это Кэноновские адаптеры. Вот, четыре автофокусных Кэноновских адаптера. А это тоже автофокусные? Это автофокусный Ашный. На нем Ашные объективы с автофокусом будут работать. То есть, в пленочную Минольту сюда можно поставить? В пленочную Минольту, или современные Ашные объективы. Да, смотрите, у нас есть интересный альбом, и сразу сходу это альбом из Паспарту. Давайте я вам покажу всем. Да, ну это большой огромный альбом, это если вдруг к вам перепадет такой клиенту, у которого очень некуда деть деньги, ему надо обязательно предложить. Этот альбом, он особенно чем? Во-первых, он сделан из настоящей крутой итальянской кожи, у него классный запах. У него первой лишней будет кальки. Вот каждая фотография, смотрите, она оформлена в рамку Паспарту. Это акварельная бумага. Вот, возьмите, по-моему, посмотрите. Да, это в рамку, а самое прикольное, что есть такой вау-разворот. Они вытаскиваются? Нет, 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 это все, это настоящее ручное производство. То есть, мы точно гарантируем, что это все очень качественно, долго проживет. Доброе утро, заходите. У нас есть интересные, смотрите, у нас есть интересные коробочки, кроме книги Паспарту. Вот, коробочка, в ней лежат фотокарточки. То есть, если вы просто печатать фотографию, но они все мнутся, вот, можно печатать это на каких-то картах, давай держите. Есть классный, настоящий из натурального дуба, короб с лешкой, с этими фотокарточками. Что тут происходит? Ну, вот как-то так. Я думаю, что это непонятно, да, что вот тем интересным, знаете, но тем не по обработке, во чему не нравится. Вот, у них как-то дразинка выбивается, так очень, из цвета, да, наших фотографий. Да, здесь немножко такое большое. Интересно. А, ну, если я это делаю, то я буду как-то понятное обстановочное. Потому что я тут и жду, я, понимаешь? Иди, потом оставайся. Не доделайся. Это вот, я тебе точно говорю, как только ты это узнаешь, и ты этого никогда взялась больше не меньше. Чуть выше глаз. А все очень ярко. Ну, это вообще прям мама. Здрасьте. Здрасьте. Винерку накладываете, здесь чуть-чуть осветляете, и он тогда уже такой, это голубенатый, и он уже смотрится не так интересно. Он, может быть, смотрится пластовато немножко чуть-чуть. Ну, что-то не есть. Не у меня. Не знаю, тоже пакетом. А, я за вами положу. А, я готов. Поставешься? Да, давай. Сейчас кто-то за... Есть пересвет чуть-чуть здесь. Ну, есть. А, контрактой, но... Ты смотри, одна рука одного цвета, другая в тюрьме одна. Великосветлая. Свечка, да? Еще и тень. Вот. Еще и тень. Делоснежка. Ну... То есть, смотрите, вы оперируете, это называется культурный код. А культурный код – это маркер культуры, который это культурно определяет. Смотрите, по-моему, Делоснежка, и я должен опознать этот образ. Хорошо. Допустим, я опознал образ Белоснежки. Чем эта фотография будет для меня цена? Эмм... Супер. Не делай. Родный. Привет. Привет. Ты опять видео снимаешь для блога? Да. Ну, ладно, привет. То есть, ты тоже на телевышных линии уходишь? Во-первых, ты его можешь обработать. Ну, как бы, с учетом того, что обрабатываю не я и ретушер, я могу искать, типа, давай, делай мне розовый. Здесь нужно было придать все-таки больше, больше объемных добавить. Только с этого, ну, родители, вы знаете, просто блинчик. Он как попадает? Он вот, как бы, знаете, он проходит по верхним частям и все эти, даже щечные, подщечные вот эти вот, если у вас мимические какие-то там морщины какие-то, ну, или человек мимищен, но сам по себе, то у него вот это начинает проваливаться и это начинает делать человеческое лицо еще старше. Вообще, тебе нужно учиться классическое да Винчи делать. Классический да Винчи это 45-45, вот чтобы, вот как здесь, только чуть больше по другому свет, чуть-чуть выразительный объем не станет. Да. Понятно, да? Но не сильно. Так, вот сейчас у тебя вот нафиг. Ну, не в канон был, что-то. Понятно, да? Да Винчи еще придумал, и потом все за ним повторяли 150 лет до Рембрандта. Появился Рембрандт нарушенный. Но до Рембрандта свет был абсолютно каноничный. И этот свет в хорошем понятии, это классика. Ну, а классическая музыка. Ну, чуть-чуть во сбоку. Здесь там нарушена. Или, по крайней мере, там есть курсы, где можно эту сетку просто, скажем так, чтобы она у тебя была прямо на экране. У меня очень долго была на экране сетка. Ну, здрасте. Нет, нет, я только не пользуюсь. Нет, ну, не умею. Привет. Привет. Что тут происходит? Ой, много всего происходит. Портфолио Ревио. Лялиська. Маленькие. Привет. Тебя в контроле совсем не видно. Ой, ну это хорошо. Ну, куда идете? Лучше, чтобы меня не было видно. Куда вы идете? Мы идем на Илью. Все, подсадили Рориндро на Соню? Нет. Нет? Это очень хитрое. Он больше от Кэнона. Ой, да. Это очень хитрое рифтилето. Почему? Он же на СП снимает. На верху, да? А-а-а-а. В сентябре прошлого года обучили такой фотоаппарат Кэнон Кэнон Марк 3, который 5D, стоил 180,5 тысяч рублей. Согласитесь, для непрофессиональной техники это дорого. Напомню, что Кэнон для 2D Марк 3 это полупрофи. Это непрофессиональный фотоаппарат. Вот, 85-й стоило, по-моему, курс был, да, там, под 70 примерно. По эмоциям будет фотография одинаковая, по всем-всем-всем нюансам. Но, если вы отвлекаете внимание человеческого глаза от объекта съемки, то снимок резко начинает проигрывать. Поэтому старайтесь всегда, вот здесь, вот здесь вроде бы хорошо, да? Вот, куда падает взгляд? На девушку. На девушку падает взгляд. На молодого человека девушку. Да, веселый момент, но есть участки, где, скажем так, они очень сильно опять выпечены, и их нужно немножко притушить. Вот, когда мы, в свое время, когда пользовались аналоговыми инструментами, да, для съемки, пленкой, да, то эти функции все равно выполнял печатник, который печатал вот в темной комнате. И там как раз это все и происходила вся магия. То есть делали специальными там отмашками, где-то он, скажем, затемнял, где-то осветлял, и тем самым добивался этого эффекта, что взгляд человеческий падал в ту самую точку. Вот, вот этот вот, я думаю, да, вот тоже вот это. Еще. А, ну, всегда смотри, в детках я стараюсь чуть-чуть темнее вот это вот тело сделать, а с личико обязательно... Немножко мучилось бы, конечно. Ну, честно говоря, мучилась этим кадром сейчас. А деток, ты знаешь, как надо вот этих вот складывать, берешь его вот так, и чтобы, правило же знаешь, локоточек в коленке. У меня просто это было слишком мягко. А неважно, смотри, вот так вот его собрало, и держишь порху, там каким-нибудь полотенчиком или чем-нибудь подоперло под пледиком. Вообще красота бы была. Алло, это у тебя селфик, да, на аватаристе? Да, на айфон снято. Они такие просят, можно ваш портрет? И я перелопатила все. Вообще, у меня нету вот фотографий. У меня есть единственная там была как-то профессиональная съемка. Ну, там волосы, да, попы длиннющие. Ну, короче, да я смущаюсь. Прекращай, все, хватит. Я уже вступлю сейчас, как вчера на лекции. Такое, это было ужасно. Но это был, конечно, крутой опыт, я теперь буду знать. Ты не проводила лекции раньше? Или мастер-классы не проводила, только индивидуальные. Вот и все. Ну, то есть я их предупредила, говорю, вы понимаете, что я могу разнервничаться и вообще забыть обо всем на свете. Они говорят, Алян, нормально, ты справишься. Нам главное, чтобы ты рассказала, как ты это делаешь. Ну, я говорю, ну, ладно, расскажу, как я это делаю. Я со всеми все крайне довольна, поэтому я не переживаю. И слава Богу. Я там тебе старалась поддержать вопросы. Некоторые на меня смотрели, девочанам вопросы задают. Я просто видела, что ты хочешь рассказать. Ну да, правильно, все правильно сделала. Видно было, что очень хотела поделиться. Я поделилась действительно всем. Ну, всеми своими секретами. Даже, кстати, кое-что не собралась рассказывать, я рассказала. Ну, там вот как бы, а так вот это, ну, все дальше, наверное, дело практики. Руки, если не растут из правильного места, то все будет красиво. Ну, то есть, поэтому... Как вот я преподавала, ну, мастер-класс индивидуальный давала. Девочка, конечно, все обсудила, ой, так все легко и просто. Пришла домой такая, блин, Алена, я просто форму попы ликвифаем нормальную не могу сделать. Ерунда какая-то получается. Я говорю, вот ты говоришь, легко и просто. Надо сделать ее, оставить этот вот, ну, размер, но, тем не менее, сделать ее там аккуратненько, если боком там стоит. Ну, то есть, как бы, и вот это вот, ой, рука та же. Надо, если ее худишь, надо обязательно, видишь, вот этот какой-то там, оставлять вот эти правильные линии. Ну, рука ж не может быть просто ровная под линеечку. И тоже эти, попробуй вот эту правильную линию ликвифаем нарисовать. Ален, скажи, пожалуйста, а ты и Ньюборн, и беременных снимаешь? Да, и Ньюборн, и беременны. Что-то еще. Прекращай. Я чуть-чуть вот, чуть-чуть снимаю, ну, в Минске у нас, фэшн такие съемки любят девочки. От крутых себе фоток для Инстаграма. Ну, и вот я снимаю вот в студии просто красивые такие фотографии. Их сделаю, там, вылизываю вот этим ликвифаем тоненьким, немножко вытягиваю, чтобы длиннющие у них были. И еще очень любят вот эти вот мои понравились кадры, которые я как рисованное делаю. Не видели, наверное. Ну, это вот личные мои страницы, можно посмотреть. Татухи там могу положить. Хотят попробовать хотя бы просто на фотографиях быть татуированы. Татухи, но за этот один кадр я просто за одну фотографию, потому что я обрабатываю день или два, могу сидеть над ней. Я беру просто за одну фотографию 200 долларов. Какая твоя личная страничка? В Инстаграме? Да. А, надо диктовать. Алена, нижнее подчеркивание, Кузьмич, нижнее подчеркивание. Лайф. Лифе. Ну, лайф, да. Жди кучу подписчиков. А? Жди кучу подписчиков. Знаете. У меня появится интернет, я заивно подключилась. Конечно, в любом случае это в первую очередь творчество, потому что денег все-таки должен мой муж зарабатывать. Ну, то есть, но я хочу, чтобы мое творчество все-таки ценили. Ну, если его не будут оценивать по достоинству, ну, не будешь делать, мне кажется, не будешь прогрессировать, стараться делать круче, круче, круче. Ну, то есть, ну, это меня так вот, как бы, мне немножко это мотивирует. Мне хочется быть прям самой крутой, самой известной. Что важнее, количество подписчиков и лайков или количество денег? Ну, это ж, наверное, взаимозависимо. Ну, то есть, как-то много подписчиков, много клиентов. Наверное. Иди ты со своими провокационными вопросами. Наверное, вырезайте. Я знаю, что Андрей готовился. Пошлите смотреть чуть-чуть. Идем. Я готов к тебе обратить, обратить, обратить. И вот она говорит. Хорошо. Значит, мы добились о встрече, о цене. И я такой, значит, опытный с фотоаппаратом приезжаю к ней домой. Правильно? Приезжаю к ней домой. Да? Приезжаю к ней домой. И что я буду делать? Вот, мужчина улыбается. Он понимает, да? Я не знаю, что делать. Нет. Может быть, я буду всю ночь. Простите. Я даже нахожу нахожу рассказать. Как? Либо. Да? Допустим, я запомню. Как? Как? Ну, где я буду фотографировать? Где? В раковине? Где? Ну, сам, 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 соответственно. Вот, на самом деле, если вы знакомы, а вы наверняка сегодня, сегодня, вчера, завтра, познакомьтесь с большим количеством талантливых опытов, фотографов, которые снимают в 11, вы узнаете, что они не просто фотографы, а они еще и много денег, усилий, допустим, та же Наташа Горбаченко, вот сколько я ее знаю, Наташа Горбаченко, вот сколько я ее знаю, Наташа Горбаченко ждет эти шапочки, она архитектурная мэри-20 класса в Киеве, и вот я 12 часов что-то рассказываю, но, конечно, что все это шапочки, а потом по всей России продают, гениально, то есть она декторатор, то есть условно, говоря, пока я не ввожу денег за декорацию, я не смогу стать дорогим фотографом, а если узнать, у этих дорогих фотографов, сколько же они ввожу денег за декорацию, оказывается, что не тысячу долларов, и не две, даже не три, там реально крутые рисунки, вот, и получается, мама не может заменить этого человека, то есть можно заменить какого-нибудь фотографа-моденца, который там снимает всегда одинаково, в одном и том же, может, даже мама сама снять младенца, да, пошла, докупила гнездо с нога, два зазы, пошла на мастер-паст, и это обойдется в два раза в другое, чем обратиться к потом, потому что нужно научиться, а потом вот это гнездо, тогда же вы выдохи, и все, правильно? Намного легче обратиться к Алёне Гороховской, которая, сегодня, мы знаем, сделает первый фото, когда люди и наворочат, как салфетизируют, как салфетизируют, как салфетизируют. То есть, условно говоря, люди, которые вважают в декорации, они незаменимы. Мы так по мастер-классу едем, и нам в конце треносится, сегодня было портфель, и в конце, после мастер-класса, ну, и покажут девушке свои фотографии, и не доводят. Сейчас, я не знаю, про мужчину, да? Вот, ну, видимо, просто сейчас мы делаем концерты, и салфетизируют. Да. То есть, одно и то же у всех. Вот сколько смотришь, смотришь фотографию, салфетизируют. У кого-то более качественные снято, получше подобные надежды, у кого-то менее качественные начинающие фотографии, там хуже образования, отличаются. Фотография, в основном, у нас абсолютно одинаковые. Габаник, Павел, вы крутые, ну, реально вы крутые, потому что вы учитесь. Если есть вопросы, имейте совесть, давайте их обсудим после обеда. Ну, все, красиво. После обеда нужно продолжать, да. И мы их тоже можем использовать при съемке. Это во-первых. Во-вторых, если у нас нет отражателей, мы вот в лесу, то здесь такой будет прием действий. Тоже попробуем его отработать. Когда модель стоит спиной к солнцу, я снимаю сразу солнце, да, вот так вот. Я должна попасть вот строго в тень от какого-то предмета. То есть, наверное, замечали, да, можно вправо-влево качнуться, тень от листиков перекроет объектив, да, и все. Сразу лишние объекты, сразу засветка такая белая огромная уберется. Поэтому мы просто прячемся в тень, но объект должен стоять на солнце. Смотри, я его не взяла. Нет, 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 я не намотала. Смотрите. Я максимально поднимаю ему ноги. То есть, чтобы они не было вот этого, скажем, рефлекса, их вырезала. Смотрите, видите, сложилось. Я почему в Сирии всегда работаю? Потому что мне, да, мне нужно их максимально поджать. А сейчас мы хорошей, тесной компанией все сделаем. Вот, все здесь, да? Да. Ну все, я тогда начинаю. Это расстояние от предмета съемки до фона. Тоже постоянно об этом думаем. Это в народе понятие оторвать модель от фона. То есть, не прижаты к елочкам и кустикам стоим. У нас все хорошо, но тут следующая ошибка подстерегает. Ну, сейчас, все-таки, да, красавица? У нас следующая ошибка подстерегает. Мы оторвали модель от фона, и сзади размытая в ноль каша. И наши модели. И получается фотографии серии, они и фотообои, они и каша, да? Сейчас мы, конечно, поговорим про съемку против солнца. То есть, если мы вот как сейчас выходим, я снимаю свадьбу за часов дня, тут даже вопросов нет. Снимаю против солнца и все. Снимать по солнцу без вариантов даже не пытайтесь. Вы не получите эту красивую, мягкую, объемную картинку. Мы снимаем против солнца. Да, и что мы здесь должны соблюсти? Вы же посмотрите, снизу подсвеченные ноздри. Явно никого не красит, да? А мы однозначно его поднимаем повыше и светим сверху. Вот так вот свет падает красиво и получается хорошо. Да, давайте, это прелестное. Отлично. Вот, и сейчас давайте я делаю кадрик, да? А потом мы все по очереди будем меняться. Да, решили. Давайте сейчас не будем носики. А давайте просто нежно нарядно встанем. Груди как бы, да, прижмите тогда. И вот ты ездишь за плечи, и волосы чуть вперед, и плечи. То есть там вниз. Модели всегда хвалим, поддержим, подбатрим, да? Съемка в пушене – это не вариант. Всегда нужны, девчонки, вы мои красавицы. Все замечательно. Сделай. Отлично, да. И вот так вот, Настиками приезжаюсь, и на меня улыбнулись. Вот, мои хорошие. Сейчас еще момент скажу, девчонки. Снимаем здесь ISO повыше, да, немножко. Я здесь поставила 200. Я снимаю на открытой диафрагме. Сейчас давайте я... Давайте я подключу, сейчас мы пойдемте специально, чтобы я сказала важный-важный момент. Мы снимаем на открытой диафрагме. И на меня, девчонки, глазки. Я сделала кадрик, вам покажу. Да, все, Настик, а ну межненько, ручку, удачи, что мы все. Нежненько, межненько. Осаночку, осаночку. Да, вот так же, да. И на лосоли, мои хорошие. И еще чуть поднимите друг кружки. И на меня глазки. И сейчас ты фокусируешься, естественно, на там, кто ближе, да, к вам. Еще раз, Настик, оберните себе ручку. Вот, 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 вот. Сделаю так. И на меня глазки. И на меня, девчонки, да, 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 да. Вот, 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 вот. Вот, умнички. Покажу вам кадр, примеры. Ну, лучше по ракурсу, по эмоции. Давайте так по кругу пройдусь в кадрик, если хотите посмотреть, да, что здесь. Ну, понятно, да? Все блин, сзади свет. Да? Понятно? Ну, все просто, я думаю, все понятно. С модемом, с модемом. Пожалуйста, просто, поднимите. А можно немножко было... Да, да. Это было не пять кадров, это было 25. Давайте-ка честно. Кто еще? Чуть-чуть. Тройками, давайте опять разбиваться. Тройками. Девушка, которая в тройке была. Да, не переживайте, чтобы рукой двойка встанете. Да, и ты еще такой, сейчас на Аленочке там соседни, на самом деле. Да, и на меня глазки, мои хорошие. Чуть повыше веночек подними ей и поправляй веночек, да, и повыше. Аленочка, изгиб, изгибы. Что главное в девушках? Изгибы, да? Так что давайте. Изгиб, изгибы, Алена, не стесняйся. Да, вот она. Вот, вот. Самая главная модельечка наша. Улыбку, да? Я обожаю вас. Прекрасная, невероятная. Ох, бог ты мой. Невероятно. Очень красиво. Сделали кадрики, Даня. Да, и еще разочек, да. И вот так вот. Да, 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 вот так вот. Вот, не знаю, и на меня посмотрели, да. И чуть сюда волосы перекинь, Настенька. Вот так, да. Да, да, лазь замечательно. И еще разок. И вместе посмотрели, вот там их ждали. Вот, там, вот, да. Всем поживем. Да, да, и улыбка, да. И погибели, там лечит чайка. Да, 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 отлично. А еще разочек. Чуть-чуть сюда красить, бери. Настенька, да. И еще посмеется, покажи что-нибудь, там вот мама тебя поветит, да, моя хорошая, пощекачи ее на плечики, у кого сладкие плечики, сейчас пощекочем, отлично, умнички, все, меняемся группками, кому показать результат? Ну это все, все понятно, попробуй лучше, выложь меня, ну как бы поза сами понимаете, там что вышло. Экспозиция настолько сложная, минус 0,3, открытая диафрагма, теплый баланс белого, сейчас везде покажу, сейчас везде покажу, конечно, спасибо. Понятно, да? Объезжаю не резко, что теплый баланс. Все осталось? Все осталось, все осталось. Съед на Насте. А я не или Насте? Насте, Насте, у нее какой же. Без сейчас на Насте. Тебя завербовали? Да. Сони? На авторежиме это просто супер. Невчонки, давай, еще чуть-чуть, Натенька, еще тебе читать. Насте, у нас все время поговорим. Так, приоденьте, пожалуйста, вы узнаете все, что было. Как тебе, Санта? Не знаю пока, не могу разобраться, но мне нравится, мне нравится картинка. Не-не, я просто хочу понять, как мне диафрагму сделать, другую. А вот два кольца, а вот это кольцо и это. А, стоп. А оставьте где-то в рюкзак. О, супер. Да? Да? Посмотри, ты круче, там все, садите картинки. То есть, не отнимая глаз, и не надо камеру от себя отодвигать, чтобы посмотреть, что они есть. Нет, а вот хочу диафрагму чуть-чуть. Давай. Так, все. Где наш сайдер? Хорошо, давай? Нет, это Соня. Очень крутая камера. Очень крутая камера. Я сегодня такой чип-чип-чип. Это было второе, вот не больше наше правило, честно говоря. Ну, лично мне. Все есть, использую иногда на свадьбах, на всяких постановочных фотосессиях. Вот такую же карту. Видеосветлая. Да, видео светлая панель. Наверное, тоже видели. Может быть, у меня на бэках, если кто-нибудь смотрел. Вот. Да, потрясающий инструмент. Это вот для съемок. Ой, тяжело, да? Классно, классно. Да, да, да. Вот. Ну, тут, значит, ручка прикручивается, но я вот сейчас не прикручиваю. Вот, значит, это немножко на каком-то. Ну, понимаете, да, где угодно. Получается, ну, как, а, сменная температура. Он может быть и теплым, и холодным. То есть, от трех. И в качестве рисующего, в основном. А в качестве контравового обычно фонарей. Потому что им легче спрятать. А он рисующий. А этот рисующий. Вот. Я думаю, что сейчас уже наш мадрецов решили поснимать, пока у нас перерыв. Каленочка, привет. Фотографы новорожденных не едят, не пьют, не спят. Они целыми днями снимают детей, а потом фотки обрабатывают, книги верстают и с клиентами переписываются. Собственно говоря, вот, чем мы занимаемся в личной жизни. У нас с Аленой есть интервью. Самый большой просмотр этого видео у нас на Ютубе. У меня, кстати, все говорят, что, ой, я смотрел интервью, так понравилось, там такая, прям такая. А я говорю, ну я такая. Что ж поделать? Это моделька? Да. Угу. И придерживай шляпку, Настенька. Придержи, посмотри на Алену, а шляпку придержи. Вот ты моя хорошая. Ай, ты моя звезда. А еще разок, еще разок, придержи шляпку и на Алену глазку. У нас здесь, смотрите, объезд до нередкости, это забор, сзади, санкры, все. Настенька, сейчас улыбнись, посмотри хорошенечко на Алену. Улыбнись, улыбнись у меня, зайка, да? Хорошо. А посмотри на папку, сейчас на папку все посмотрим. А, да? Все на папку. И волосы вперед, Аленочка, перекинь на одну сторону. Ага. И, Настя, чуть поглубже одень, а шапку чуть назад. На фоне была фазен, да? Это как бы фазен до мамы. Да, давайте, все, четко, все отошли. Все отошли назад, девочки. Сейчас буду ругаться снова. Какой у меня прям бонус. Да. Аленочка, и по всем стреляй глазками, по всем троим так. Дым, дым, дым. Убила, убила, убила. Все, отлично. Отлично. Да, и на меня глазки туда, Алена, да. И на всех девчонок тогда. И вниз просто глазки сейчас закрыли, так. Ой, простите. Ой, вы мои хорошие. Так, давайте пощекочем соседа, давайте. Ура! Все, good. Да, да, давайте. А, только да, как я добавлю, я же не пойму, кто. Нет, мы вам напишем, что. Ну да, да, давайте, давайте. В группе фестиваля, давайте. О, господи, какая страшная. В группе фестиваля, можно она на странице написать. Туда, на второй этаж, это у столовой. Туда, на второй этаж, это у столовой. Вот. Кокон. Размарила. Мальчик или девочка? Мальчик Савелий. Кто у вас в этой части? Мальчик или девочка? Послушный? Да. Красавчик. Я немножко про себя расскажу. Вообще, как я, ну, пришла фотографию и, ну, в своем стиле вообще, детскую фотографию. Вот. А потом мы поговорим о том, как его найти и вообще, нужно ли его искать. И поговорим о вдохновении, про анализ и отбор фотографий. Ну, и расскажу о том, как я работаю и как я строю свои кадры и как готовлюсь к съемке. Ну, где то? Ну, мы поет. Вон дает шамка. В ui к В inter부 com ii. В к cao. В katk commands misbite mqv. Они упален, они упален, идут. Ага! У нас есть мишки. У нас есть мишки. А где, в нисквах? Вернись. У Got點. Т.о, в нисквах! В ряду и отстаём. Ношки, звонок я. ровно. И ножки ровно. Выглядывайте под книжки. Ку-ку, 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 ку-ку. Глазки-то не видно. Лена, глаз вообще не видно. Ножки вниз. Атлас такой вообще у них. Атлас. Да, такой ребенка, как им весело. Это вообще редко. Вот-вот, молодец, молодец. Подними. Лена, снимай Лена. Я тут живу Решка. Вы же обе парни. Что на лобовне елочки не хватает? Да, вон тебе его елочки. Поверни с другой стороны, вон тебе не получится. Ну, такое, нарязанное. Пошлите? Да. Ну и такие они классные. Вообще, такие позитивчики. Собачку мы отпустили, да? Да, все, собачку отпустили. Эй, эй, а мы сойдем уже покататься. Мама, мне уже пора. Давай, папа, пора. Судя, пора? Да, мне мама уходит. Ну, пойдем тогда праздник. Эмечка, давай, пожалуйста, давай. Судя, пора выведем, правильно? Мы, в общем, всякие ритмы идем на саду. Ритм? Качается. Просто композиционный интересный кадр. Я не скажу, что это какой-то уникальный. Вот, но вот за счет композиции. А потом мы с лыжами тоже. Ну, где же площадка? Вот она! Конечно, вот здесь на этом поселине. Ух ты! А мне тоже на лобовке. Креп, иди на лобовке. Креп, иди на лобовке. Креп, иди на лобовке. Я вообще, я люблю. Так. Да, отходим, да. Тут важно, чтобы у нас все попало. Да. Оставляйте несколько сегрирований. Это очень важно, если у вас и не нужно. Площадка! Плажа! Эй, девушка, отходи. Какой еще дедушка? Дедушка. Я только одну девочку взяла. Не могу, да и чумля, а вторая. Дедушка. Дедушка. Вот тут вот кадр поймала, Эль. Ага. Потом эту убрать, потому что... Да, 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 да. А что это за камера 1D? Какая? 1DX. Угу. Какой звук с зеркала. Вот смотри, какая она такая хорошая. Да, это классно. Вот так и скомбрировать, по-моему. Мне понравилось только, когда они готовились. Мне понравилось только, когда они готовились. И чтоб он сам. Спасибо. У меня так лимянник вышкаленный. Девочки, кто-нибудь фотографии скиньте. У нас тут были фотки, да. Скиньте фотографии. Что задумали? Лучше надумать. У нас, да, эти скандалы и интриги расследовали. Дедушка. А что, ну заговорить, да? А, это видео? Там это, ужин готов. А, все. Как дела? Прекрасно. Ужинать пойдем? Да еще бы, конечно. Класс. Здорово. А, мы вам дали бумажечку, да, уже? Две. Может, еще хочу? Здорово. Ну, обязательно, что-нибудь закажите, наверное, там, зайдем бумажку, да, можно что-то теперь. Закажу, закажу. Я вот только отсняла свадьбу, я им предложу. Иди видос скачать. Я скину. Какие-то подарочки, да, бонусы. Вы устанете от моих фотографий с вашими книжечками. Классно. Здорово. Классные, позитивные ребята, конечно. В ближайшее время. Нет, вы сейчас уйдете, мальчики. Да ладно, вы сегодня солнышко вот так нагрелось. Солны какая-то. Да? Ну, что-нибудь, что подумайте, то подумайте. Попрощай, знаете, что эти кареты, когда будете заказывать, пишите, что общаются на охвату фестивалей. Да. Общай скидку. Да. Пишите с ним. И спросите у нас самая большая скидка. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Ну, как заманили? Да, конечно. Даже мне две скидки дали. Здрасте. Привет, привет. Как правильно сходим? Все ждем? Спасибо. А где все? Все идут. Вон, там есть тоже. Что же там, что от этого позволило? Это компромат? Да. Привет всем. Привет. А мы любим вас. На самом деле, это... Пошлите, девочки. Нас снимают. Андрей, это рояль Кустар. Да. 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 Доброе утро. Доброе. А что народу на завтраки-то нет? Ой, долго веселились вчера. Слишком долго, по-моему. Лиля, ты как? Доброе утро. Доброе. Как думаешь, показывать вчерашнее можно или нет? Конечно, можно. Все? Мы вчера так феерили. Это надо все показать.